Теперь вернёмся к началу нашей сегодняшней работы. Если в графе вершины четной степени 8 или их только 2, то такой граф можно нарисовать, не отрывая руку от доски каждое дно по одному графу. Это теорема Эйнера. Я обещал ей доказать, ничего не поделось, надо так вот. Это самый трудный момент сегодня, это самая трудная теорема сегодняшнего занятия. Я докажу её двумя способами. Для того, чтобы было, чтобы здесь всё помогло. А я сделаю так. Я, во-первых, напишу на доску точно формулировку теоремы. Во-вторых, я стараюсь на доске нарисовать доказательства. Но доказательства полностью не удастся записать. А вот формулировку теорему, что ещё удастся? Итак, пишут. Теорема Эйнера. Леонард Тейлер – это великий учёный, совершенно замечательный. Половину жизни прожил в Германии, половину жизни в Кирпоке. Так что, в общем-то, можно считать и российским учёным желанием. То есть, по-моему, это половина жизни. И очень важно, ребята, вот говорят, что там Россия была дикая страна. Ничего подобного. Эйнер действительно переезжал в тот момент, когда в Германии было тяжело заниматься наукой, переезжал в Россию. То есть, было время, когда Россия выдерживала конкуренцию за место, где живут учёные. Сейчас учёные, что-то убегают от него, и всё. Никакой конкуренции наша страна не выдерживает. А во времена жизни Эйнера вполне действительно половина жизни у него прошла в Европе. И когда было плохо, так сказать, там заниматься наукой, вот он перебегал, переезжал в Петербург и вообще даже перебегал науку здесь. Итак, теорема всякий связный, это очень важный термик, связный граф, в котором не более двух вершин нечёткости, куникусами. Это такое смешное слово, можете подробно написать. Можно нарисовать, пройдя по каждому ребру ровно один раз. Понятно, да? Уни – это один, ну а курс – курсор, курс – курс корабля. То есть, можно нарисовать каждое ребру ровно один раз. Доказательства этой теоремы я расскажу два. Первая взята мной из книжки Радемахера и Теклица «Числа и фигуры». Это она из первых книжек, посвящённых рассказам по математике для школьников. Она тоненькая, но очень содержательная. И замечательно, что эта история – это первая глава этой книжки. То есть, когда Радемахера и Теклица посчитали, что это что-то самое красивое, самое понятное. Смотрите, что я сейчас буду делать. Я беру любой красок, в который связан, и в который не больше двуххрешеных черных строков. И беру большое количество разных красок, и каждое ребро крашу своей краской. Понятно, что у меня получилось? Огромное количество, огромное количество просто отдельных грёбок, отдельных красок. Дальше я буду делать вот какую интересную. И у меня есть покрашенное ребро. И другое, которое соприкасается, ну, которое начинается там же, где это. Понятно, да? Два. То я возьму и покрашу их одной краской. Ну, понятно. Например, первое ребро красное, это было зелёное. Так у меня теперь будет это всё. Или всё красное, или всё зелёное. Важно, что одно. Понятно? Смотрю, нет ли там ещё где-нибудь места, где у меня есть два ребра, которые пока разного цвета, но одно начинается там же, где заканчивается другая. Тоже крашу. И вообще, если у меня уже не цепочка, неважно, как она выглядит, она может сама себя вот так вот, пожалуйста, а одного цвета. И если у меня есть цепочка какая-то, тут важно, что она начиналась там, где я заканчиваю, и у меня есть цепочка другая, то я могу сделать простую себе вещь. Могу взять и эту цепочку сюда, понятно, да? И это будет теперь у меня один цвет, и всё, хорошо. Так буду делать, 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 делать. Между прочим, в некоторых моментах у меня может случиться, что какая-то цепочка закончится там же, где началась. Ну, очень простой пример. Скажем, представьте себе, одна цепочка была вот такая, а другая цепочка была вот такая. Тогда, когда я пройду всё вместе, получится замкнутый маршрут. Ничего страшного. Ничего страшного, но я пройду каждую цепочку, буду думать, как я её обхожу. Дальше ещё интересное. Если у меня есть какие-то две цепочки. Представьте себе, одна какая-то цепочка. И другая замкнутая, которая имеет с нашим какую-нибудь общую точку. Смотрите, что я могу сделать. Пройти по этой, потом пройти по этой замкнутой и дальше пойти по этой. Согласны, что это тоже можно покрасить в один цепочек? Отлично. Всё. Больше никаких операций не будет. Я так буду делать, 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 делать и делать. И вот интересный вопрос, интересный вопрос, что у меня будет в конце концов. Вот я взял любой связанный граф, в котором не более двух решений в чётной степени. Интересно, если я вначале покрасил все ёмкости в разных цепках. И после этого стал применять вот эти вот операции, которые я раньше тебе сказал. Интересно, во что это всё превратится? Во что это всё превратится? Давайте будем. Фигура одного цвета. Да. Как ни странно, это действительно закончится тем, что все абсолютно ребра станут одного цвета. Давайте объясним. Вот представьте себе, что в нашей графе были две решения нечётной степени, а все другие были нечётной степени, а все другие решения были чётной степени. И представьте себе, что у нас есть какая-то цепочка, которая взяла и началась в одной из вершин чётной степени. Смотрите, что тогда есть. У меня с этой точки вообще-то выходит чётное количество отрезков. Согласны? Чётное. Когда эта цепочка проходит, то в момент полосного прохождения, даже если она через эту точку прошла, например, да не важно, важно, что при каждом прохождении она пошла-вышла. То есть, правильно, уходит чётное количество отрезков. Значит, господа, если она где-то началась, она закончилась в другом месте, то обязательно в этом же месте должна была начаться другая цепочка. Поняли смысл? А тогда что вы делаете? Мы эти две цепочки, красную и синюю, что? Объединяем в одной. И получается замечательная история. Не может какая-то цепочка начаться в вершине чётной цепи. А это значит очень простую историю. Начаться любая цепочка может только в точке А, или в точке Д, ну где-то она начинает и не заканчивается. Больше того, у меня не может несколько цепочек начаться в точке А. Потому что если в точке А начинают, скажем, три цепочки, то две из них можно объединить в одну. Согласны? Вот так же, как я сказал, морально. Значит, одна цепочка найдёт, начнётся в точке А, и одна цепочка закончится в ч. Ну и так, всё. Всё. Кстати, если в графе нет вершин ни в чётной степени вообще, то ситуация ещё проще. Смотрите. Собственно, я хотел вспомнить это рассуждение, чтобы вы поймёте, что не может у нас, после того, как мы всё это перекрашивание делали, не может у нас ни в какой вершине начаться без того, что она закончилась. Поэтому все наши пути, они будут заканчиваться там же, где начались. А если у нас теперь есть два таких пути, один из них одного цвета, он там как-то появляется, появляется, ходит, 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 ходит. И какой-то путь другого цвета, он как-то там ходит, ходит, ходит. То мы смотрим, просто не пересекаются ли они где-нибудь. И дальше идём понятно как. Идём по белому пути, потом в некоторый момент, как только возникло пересечение с красным, проходит полностью красный путь, и дальше продолжаем. В общем, ребята, если вы... Это трудно. Я уверен, что сейчас большинство из вас вообще ничего не понимают. Больше честно. Но у вас все есть, оставим одну. И там раздел «Предробная библиотека». Там найти фамилию, или мафию, нажать кнопочку «Скачать книжку». Это совсем маленький объём. У кого из интернета, у кого-то из-за того, скачается, взять, открыть, почитать. Потому что те, кто после сегодняшнего занятия это не сделал, это не получится, это ничего не понятно. Те, кто возьмут у себя за труд, открыть, и эти там три страницы прочитают, что это? Смотрите название книжек. Радемахер и Теплет. Ребята, вообще, о книжке надо запоминать, название по авторам. Потому что название у всех книжек более-менее одинаковое. Про всё хорошее, обо всём замечательно. А авторы разные. Радемахер и Теплет. Назвайте числые фигуры, но это, как раз, не надо запоминать. Запоминать нам фамилии А. Кратик, скажу, идею, но уверен, повторяю, что с голоса это не воспримите. Лучше это всё-нибудь прочитать. То есть, идея доказательства, которым мне очень нравится, идея доказательства такая. Все отрезки красим разными красками. После этого начинаем сцеплять в один длинный путь. Происходит это при помощи следующих простых идей. Если один путь закончился там же, где начался другой, то просто красим это вот так. Запросто может один путь замкнуть, и тут ничего не противоречит. И другая идея. Если есть один путь, и другой замкнуть, и который с ним имеет общую точку, то на самом деле можно сделать так, пройти, потом пройти целиком этот, и потом этих. Никаких других идей больше не нужно. Дальше надо просто продумать и понять, почему же ни в какой чёрной вершине на самом деле не могут заканчиваться. Они могут заканчиваться по очень простой причине. Если вершина чёрной степени, и из неё вышли, то обязательно, чтобы там было чёрное количество, туда придётся вернуться. Если ваш маршрут туда не вернётся, значит, какой-то другой должен будет там начаться. А в таком случае эти два маршрута можно будет объединить в один. Поняли? Так, всё, осталось это прочитать, и всё поймёте.